Кто-то из этих людей купил тачку на деньги, заработанные в ютубе. Кому-то подарили родители, а у кого-то есть немаленький доход от бизнеса, но их объединяет одна сфера деятельности. Все они ютуберы. Wake Up! С вами Кес. И это самые дорогие машины ютуберов, часть 2. А начну я с двух парней, о которых вы чаще всего писали в комментариях к первой части. Кстати, кто еще не смотрел ее, кликай по аннотации на экране. Александр Сахаров и Павел Кондратьев, более известные в сети как Сахар и Бивис, являются довольно успешными летсплейщиками. На канале Сахара уже более 2 миллионов подписчиков, а у Бивиса более 800 тысяч. Парни проживают в Омске, в жизни они хорошие друзья, а в ютубе партнеры по съемке видео, и даже машины они купили довольно-таки похожие. Сахар приобрел себе шикарную черную BMW X6M. Новая такая тачка стоит около 140 тысяч долларов. А Бивис купил белую BMW X5M в кузове Е70. Стоимость такой машины от 35 до 70 тысяч долларов, в зависимости от года выпуска. А точный год выпуска я не знаю. Кто знает, напишите об этом в комментариях. А следующим счастливым владельцем авто является Амиран Сардаров, автор популярного канала «Дневник Хача» и, как известно, владелец рекламного агентства. У него уже миллион подписчиков, а его влоги набирают по 2, а то и 3 миллиона просмотров. Секрет популярности его роликов – это бесконечное веселье с друзьями, красивые девушки, походы по клубам и активное участие в различных мероприятиях. Но при всем этом он остается близок к своим подписчикам и не страдает звездной болезнью. Также блогер написал несколько книг, которые, как он утверждает, помогут абсолютно любому человеку стать успешным. Амиран является обладателем BMW 5 серии в кузове F10, который он купил в 2015 году. А также буквально несколько месяцев назад он приобрел себе мотоцикл «Дукатти Диавелл», стоимость которого около 20 тысяч долларов. Судя по фотографиям, он испытывает к этому коню очень теплое чувство. А мы переходим к следующему герою – Гриша Мамурин, автор скандальных роликов «Деньги решают все». В заработке с Ютуба особо не нуждается, ведь он является внуком Игоря Неклюдова, миллиардера из Хабаровска, который, кстати говоря, до появления Гриши в сети делал все для того, чтобы он и его семья оставались в тени. Свои шокирующие социальные эксперименты парень, скорее всего, снимал просто ради забавы. А помогал ему во всем наш предыдущий герой Амиран, выступая как бы продюсером и пиарщиком Мамурина. В своих роликах парень не раз светил свой белый Mercedes CLS AMG, цена которого начинается от 100 тысяч долларов, а также иногда он ездил на Mercedes GL. Недавно же 17-летний подросток приобрел себе еще и Nissan GTR, который он показал в одном из видео «Дневник Хача». Стоимость такой машины также начинается со 100 тысяч долларов. В сне писали, что дедушка забрал внука к себе на перевоспитание и установил строгий режим затратное поведение. Судя по всему, желтая пресса, как всегда, сделала из мухи слона. Кстати говоря, Гриша Мамурин не единственный богатый друг Амирана. Совсем недавно Хач на своем канале пропиарил бизнесмена Евгения Гаврилина, который тоже решил завести свой канал на YouTube под названием «Жизнь Би». Новоиспеченный блогер в первый же день после публикации ролика на канале «Дневник Хача», в котором он участвовал, получил почти 100 тысяч подписчиков. Во влогах его можно увидеть за рулем белого Mercedes S-класса, цена которого стартует от 100 тысяч долларов. Также он иногда появляется и в другом Mercedes. Ну а напоследок хочу рассказать вам про новое приобретение Александра Булкина. В первой части я уже рассказывал про его Porsche 911. Недавно он приобрел для своей девушки Кристины еще и 5-литровый Range Rover Vogue стоимостью около 40 тысяч долларов. Судя по фотографии в инстаграме Кристины, пара собирается приобрести еще и Audi A5. Только вот девушка не может определиться с цветом машины и просит своих поклонников помочь ей в этом. Цена такой машины в самой скудной комплектации стартует от 30 тысяч зеленых. Булкин, кстати, бьет все рекорды по количеству приобретенных автомобилей, ведь у него их было огромное количество и, судя по всему, останавливаться он не собирается. Воссап, напиши в комментариях, чья машина тебе понравилась больше всего, а если не чья, то напиши, о какой тачке мечтаешь ты. Ставь лайк и твоя мечта, скорее всего, сбудется. Нет-нет-нет-нет, ставь лайк и твоя мечта обязательно сбудется. Субтитры сделал DimaTorzok